В доме на Лыньково взорвался бытовой газ. В квартире повреждено имущество, выбиты оконные и дверные блоки. Образовалась трещина в перекрытии комнаты. Пострадали и соседние помещения. Хозяина госпитализировали в тяжелом состоянии. Причины взрыва устанавливаются. С 1 сентября вступил в силу технический кодекс правила обращения с коммунальными отходами. Теперь пластик, бумагу, стекло и остальные отходы должны вывозить с контейнерных площадок разные мусоровозы, иначе штраф. Бобруйска Громаш презентовал машину для тушения пожаров в лесу и труднодоступных местах. Она оснащена моторной помпой, которая подает воду на высоту до 25 метров. Машина также имеет катушку с пожарным рукавом и стволом. Это позволяет тушить пламя с расстояния от 15 метров. На Минске после ремонта открылось обновленное отделение Беларусьбанка. Работают три индивидуальные кабины для обслуживания клиентов, а также два бизнес-места, где также совершаются все операции. Кроме того, появилось мультипользовательское рабочее место. Внутри отделения установили инфокиоск с функцией пополнения карт наличными. БРСМ запускает молодежный проект для отличников. Участвовать могут учащиеся старше 8 класса, которые в конце четверти получили по одному из школьных предметов оценку 10 баллов. Необходимо опубликовать селфи со страницы дневника в соцсетях с хэштегом «Моя первая десятка». Все участники получат подарок от Союза молодежи.